Тема сегодня такая у нас новая, которая еще не звучала на школах пациентов, плюс еще она очень животрепещущая, очень важная, потому что поражение тазобедренных суставов это касается практически каждого пациента. И сначала Дарья Гавриновна и Леша уже начали вам объяснять, что такое коксид, но я все-таки хочу у вас спросить, что в вашем понимании коксид? Кто у нас такой бравый может начать говорить? Разрушение, воспаление, больно, все связано с тазобедренным суставом. А вот что вы понимаете, что такое тазобедренный сустав? Что в вашем понятии это за бедренный сустав? Сустав. Сустав. Потому что соединяет кости, наверное. Соединяет кости. А где кости? Какие? Таз и бедренный. Бедро с тазом. А вот как бы вы охарактеризовали, где эта боль? Это в соединительной ткани больше боль. Соединительной ткани. Да. Она выражена и в паху может быть снижение. Пигоница. Пигоница. Ну еще у кого какие предположения есть? Нанесение суставной щели и крови. Ну ладно, я хочу. Если боль в тазобедренном суставе, она может ее ирадиировать в коленный сустав. Потому что хоть это болит колено, а оказывается это как си. Ну вот тазобедренный сустав ниже, ниже боль. Хорошо. Еще какие предположения? Я просто хочу услышать больше мнений. Что в вашем понятии это поражение тазобедренного сустава. Мне это очень важно. Поражение конечностей. Поражение конечностей. Хорошо. В результате. Щелкает сустав. Еще какие? Поражение тазобедренного сустава. Угу. Кто еще что скажет? Ну острая боль приходи возникает. Угу. Угу. Ну а теперь охота вас поздравляет. Ну сейчас я вам все и буду рассказывать. Просто я хочу услышать какое у вас понимание, что такое тазобедренный сустав. Потому что большинство пациентов заблуждаются. Думают не совсем верно. Что этот сустав не поддается лечению и так далее. Поэтому я хотела разрушить некоторые мифы. И вам объяснить больше про тазобедренный сустав. Про его анатомию. Про его особенности. Потому что ну это мало кто из пациентов знает. И так что такое коксин. Это воспаление структур тазобедренного сустава. Если мы посмотрим на картинку. Вот он тазобедренный сустав. Который вы пытались мне сейчас обрисовать. Да он действительно идет соединение костей таза и бедренной кости. Но опять же вот у меня возникает вопрос. Какая же структура тогда воспаляется при этом воспалении? Вот. Если мы с вами возьмем рисунок из анатомического атласа. То видим большое количество различных структур. Какая же из этих структур воспаляется? Нам сегодня и будем раскрывать эти секреты. Для того чтобы вы понимали что эта проблема касается каждого. Я подготовила некоторые медицинские зарисовки по поводу коксита. И так ну как вы видите что поражение тазобедренных суставов встречается в 54 процентах. То есть почти каждый второй пациент имеет поражение тазобедренного сустава в Российской Федерации. Это основной фактор ранней инвалидизации пациентов. То есть боли в тазобедренном суставе. Ограничение его функции приводит к достаточно быстрому развитию инвалидности у пациента. Коксит чаще развивается у пациентов с началом заболевания в детском возрасте. То есть 80 процентов пациентов в взрослом состоянии у которых началось заболевание в детском возрасте имеют коксит. И также если пациент первые 10 лет от начала заболевания не получал никакую терапию, у него практически в 100 процентах разобьется коксит. Также у детишек это может быть первым проявлением заболевания практически в 80 процентах. И он немного себя по-другому ведет. И длительное воспаление тазобедренного сустава, к сожалению, приводит к его эндопротезированию. Так как же устанавливается данный диагноз? При наличии жалоб, которые вы мне здесь рассказывали, обнаружении изменений на рентгенограммах и при выполнении дополнительного исследования такого как УЗИ тазобедренных суставов или МРТ тазобедренных суставов. Но теперь мы о каждом поговорим подробнее. Итак, перед вами две женщины. Одна в возрасте и жалуется на боли в бедре. Вторая молодая девушка, у которой возникли боли в паху. Теперь я хочу у вас спросить, у кого из этих женщин есть поражение тазобедренных суставов? Кто за пожилую женщину? У него могут быть обеих. То есть вы голосуете, что у обеих. То есть кто за обеих? Кто за пожилую женщину? Кто за молодую девушку? Ну, теперь давайте посмотрим, как же выглядит тазобедренный сустав. Итак, тазобедренный сустав находится в глубине. То есть он так визуально, мы не увидим его припухлость, какие-то изменения с его стороны. Он находится очень глубоко. И боли, которые возникают при его воспалении сначала, они мало, можно так сказать, заметные. То есть они могут появиться и практически сразу перестать беспокоить. То есть вы, допустим, занимались долго в тренажерном зале. Возникла какая-то боль непонятная, новая. Ну, возникла, возникла, через какое-то время она прошла. Потом эта боль начала быть более яркой. То есть боль где-то в паху. Большинство из наших пациентов, с кем я сталкивалась, они обращаются к другим специалистам. Там женщины, чаще всего к гинекологам, потому что это боли в паху. Непонятные мужчины там обращаются к урологам, потому что считают, что это связано с их мужским здоровьем. И никто практически не обращается к врачу-ревматологу, потому что считают, что это боли не связаны с ревматологией, а связаны с каким-то другим заболеванием. Однако большинство пациентов, ну, в любом возрасте это не зависит, есть у них ревматологический диагноз или нет. Иногда жалуются на боль боковой области. То есть боль по лампасу бедра, можно так сказать. Это не связано с тазобедренным суставом. Это связано с воспалением сумки. То есть мы даже сами можем нащупать у себя большое вертие. Там мышцы и связки образуют такую сумку, где на фоне физической какой-то нагрузки, какого-то неправильного образа жизни может возникнуть воспаление. Но оно хорошо купируется и нестероидными противовоспалителями, больше практически пациентов не беспокоит. В отличие от тазобедренного сустава. То есть если у вас хотя бы один раз возникла боль в паху или в ягодичных областях, то желательно обратиться к врачу-ревматологу для того, чтобы он дальше мог у вас диагностировать коксид на ранней стадии. Если вы не обращаетесь по поводу боли, которая у вас новая появилась, то врач чаще всего ставит диагноз на более поздних стадиях. Итак, кто проголосировал за молодую девушку, были правы. Для тазобедренного сустава именно характерна боль в паховой области. Еще раз повторю. Итак, теперь мы перейдем к диагностике. У врача-ревматолога есть специально разработанные специальные тесты. То есть они были разработаны группой АСАС. И на приеме врач-ревматолог определяет все возможные движения в тазобедренном суставе. То есть у него есть угломер, в котором он измеряет градусы и определяет, есть ограничения или нет ограничений. Также при помощи сантиметровой ленты она определяет расстояние между лодыжками. То есть те функции сустава, которые затрагиваются при его воспалении. Также здесь я показала вам все нормы движения в тазобедренном суставе для того, чтобы вы могли сами себя продиагностировать, допустим, когда вы выполняете лечебную физкультуру, для того, чтобы понять, есть у вас ограничения в тазобедренном суставе или нет. Допустим, у кого-то нестероидные противовоспалительные купируют все боли, и может быть, что токсин течет латентно, то есть незаметно для врача и пациента. То есть кто хочет, можете сфотографировать для себя. Поясните первую. Ну, то есть человек сидит, и вот он ногу отодвигает назад, сгибает ее, а вторую поднимает, и определяется разница. То есть если пациент не может поднять больше 10 градусов, то, соответственно, есть ограничение функции. То же самое, если он сгибает ногу вот в норме 90 градусов, так 40. Если ограничено, то понятное дело, что есть какие-то изменения со стороны тазобедренного сустава. Так, кто-то фотографирует? Могу я дальше. А ограничения в тазобедренном суставе и вот на сгибание колена тоже влияют? Ну, вы же его отводите, то есть действует два сустава – коленный и тазобедренный. Понятно? Ну, не совсем, то есть первый рисунок не совсем понятного как. Ну, мы тогда с вами потом, я вам объясню, хорошо? Да. Так, теперь мы с вами перейдем к рентген-диагностике. В норме тазобедренный сустав имеет шаровидную форму. То есть вот я специально нашла такой снимочек таза, где у пациента есть анкилозирующий спонделит, но нет коксита. То есть в норме он имеет шаровидную форму. На краях суставных щелей, о том, что уже было, кто-то из вас уже говорил, не должно быть никаких изменений, то есть никаких выростов, эрозий или кистовидных просветлений. То есть кость должна быть везде одинаковая, ровная, одного, ну, можно сказать, цвета. Ну, вот. Также мы оцениваем щель между вертлужной впадиной и головкой бедренной кости. Если это расстояние меньше двух миллиметров, то, соответственно, мы можем говорить о том, что есть рентгенологическое прогрессирование. То есть есть признаки коксита у пациента. Также все перечисленные мною изменения, они суммируются и определяется, какая стадия поражения тазобедренного сустава. Чаще всего замены эндопротезирования сустава на третьей-четвертой стадии. То есть эти изменения мы на них никак уже не повлияем и они уже требуют эндопротезирования. Вот я тоже нашла, к сожалению, и был у меня такой пациент, который вообще не обращался и не лечился. У него были боли в тазобедренных суставах, он ничего не принимал, не делал лечебную физкультуру. И, как мы видим, какой процесс в позвоночнике, такой же процесс произошел и в тазобедренном суставе. То есть у него полностью срослись соединения. То есть движения в суставе отсутствовали, пациент не мог передвигаться самостоятельно, не ходил. То есть это очень важно. Итак, ну, часто бывает, что травматологи назначают первыми снимок таза. И, ну, описание приходит, ну, вот примерно вот такие. То есть коксоартроз. Я думаю, что вы достаточно часто с этим описанием сталкивались. Изменения не выявлено. Но, конечно, высшим глотажем является выявлено воспалительное изменение в правом тазобедренном суставе, который соответствует кокситу. То есть, но чаще всего мы, и мы тоже ревматологи, сталкиваемся вот с этим описанием. Если у вас есть боли, есть какое-то ограничение функции, даже при отсутствии по описанию изменений желательно проконсультироваться с врачом-ревматологом, для того, чтобы он мог вам назначить дополнительное обследование и уже решить, есть у вас коксит или нет у вас коксита. Ну, соответственно, видите, да, коксоартроз – это возрастные изменения. Они не связаны с анкилозирующим спондилитом. Так, следующим у нас дополнительным, но достаточно уже сейчас внедрённым в рутинную практику является УЗИ-исследование. Кому из вас проводили УЗИ-исследование тазобедренных суставов? Угу. 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 Конечно. 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 Ага. Угу. То есть большинство из вас этого исследования не проводили. Но тогда я про него расскажу вам немножко подробнее. УЗИ-исследование тазобедренных суставов – это определение жидкости внутри полости сустава. В норме расстояние, где находится жидкость, определяется между синевиальной оболочкой и головкой бедренной кости. То есть в норме оно должно быть не более семи миллиметров. То есть вот мерится это расстояние. Оно должно быть не более семи миллиметров. Если оно увеличено, то есть вот как на этом слайде, то есть оно более семи миллиметров девять, то можно говорить, что у пациента есть признаки воспаления тазобедренного сустава. То есть у него есть, если смотреть на припухший коленный сустав, то же самое происходит и с тазобедренным суставом. То есть в нём есть жидкость. Соответственно, также доктор ставит датчик специальный, который определяет, воспалённая это синевиальная оболочка или невоспалённая. И если в ней определяется свечение, то есть это говорит о том, что сосуды расширены и там идёт воспаление, то есть жидкость дальше продолжает образовываться. То можно говорить с уверенностью, что у пациента есть коксид. Но также стоит вам сказать, что иногда врач смотрит один сустав, смотрит второй сустав. Никогда, если вам назначили исследование, не соглашайтесь, чтобы вам сделали один сустав. Их делается всегда в паре, потому что врач должен сравнить один сустав с другим суставом. Если он этого не делает, то он может пропустить также коксид. Потому что, ну, на примере, в правом тазобедренном суставе, допустим, жидкость составила 6,2, а в левом оно составило 3,1. То в разных двух суставах есть разное количество жидкости. Но в норме оно примерно на 0,1-0,2 различается. То есть можно говорить, что в одном из суставов есть коксид. То есть это называется асимметрия. То есть если она составляет более 1,5 мм, то можно говорить о коксиде. Ну, примерно вот так выглядит протокол исследования. То есть определяется жидкость, как я уже сказала. Смотрится большой вертел, о котором я уже тоже говорила. То есть это для того, чтобы исключить трахонторит, который... Трахонторит? Да. Трахонторит — это воспаление вот сумки большого вертела, о котором я уже говорила. То есть оно может быть и в норме, и при патологии. То есть это воспаление именно вот этих вот сумок. И также смотрятся все места прикрепления связок, сухожилия для того, чтобы исключить их воспаление. Ну, как я уже сказала, диагноз коксид устанавливается при увеличении шеречно-капсулярного пространства более 7 мм или наличии асимметрии. Также все более и более часто пациентам с поражением тазобедренных суставов выполняется МРТ. Что мы можем увидеть на МРТ? На МРТ мы можем увидеть воспаление вертлужной впадины, воспаление самой головки бедренной кости. И вот, в котором мы на УЗИ констатировали жидкость, мы ее можем увидеть на МРТ. И сейчас я занимаюсь именно динамическим наблюдением. Я смотрю, как у пациентов уменьшаются эти воспалительные изменения. Сравниваю, делаю выводы о том, что помогает им лечение или им требуется усиление терапии. Однако МРТ тазобедренных суставов каждый пациент не может выполнить, потому что для него должны быть определенные показания. То есть вы пошли и сделали это не совсем правильно, потому что у вас могут быть противопоказания к МРТ-исследованию, которых знает ваш врач-ревматолог или врач-терапевт. То есть это исследование делается только по назначению врача. Самостоятельно это исследование не рекомендуется выполнять. Ну, как уже Дарья Гавриевна говорила и показывала эту схему, она и стандартна для тазобедренных суставов. Однако я могу сказать, что практически все пункты для лечения тазобедренных суставов должны быть соединены. То есть терапия коксита достаточно агрессивна, чтобы предотвратить воспаление тазобедренного сустава. Чаще всего мы назначаем комбинированную терапию из несторонних противовоспалительных препаратов и из базисных препаратов. Тут только указан сульфосалазин, но иногда, если сульфосалазин не справляется, мы применяем комбинацию и с метатриксатом. Но если и эта комбинация не справляется, то мы к терапии подключаем ингибиторы ФНО-альфа вне зависимости от активности заболевания. То есть если у вас имеются признаки воспаления в тазобедренном суставе на ранней стадии, когда нет еще рентгенологических изменений, то мы прибегаем к трехкомпонентной терапии. То есть несторонные противовоспалительные, базисные противовоспалительные и ингибиторы ФНО. Ну, если уже у пациента имеются изменения, на которые врач-ревматолог не может повлиять, это третья-четвертая стадия, как я уже говорила, то мы прибегаем к хирургическому лечению это тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Ну, на данном слайде я хотела просто показать одно из исследований, что пациенты получали инфлексимаб в течение десяти лет. И на этом слайде показано, что в течение десяти лет у них коксид не прогрессировал. То есть щель сустава не сужалась и не было никаких изменений со стороны его. То есть ингибиторы ФНО показали свою эффективность на коксид. Также было проведено нашими норвежскими коллегами исследование, которое выявляло, сколько количество эндопротезирований в год проводится у пациентов с анкилозирующим спондилитом. И, как видите, цифры росли, 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 и потом они резко уменьшились. Это связано с тем, что появились ингибиторы ФНО, и на фоне этого резко снизилось количество эндопротезирований. Итак, какой же должен быть алгоритм действия пациента, если он подозревает, что у него есть коксид или уже есть коксид? Это наблюдение у ревматолога. Контрольные визиты желательно один раз в 6 месяцев, потому что он может вам поменять терапию достаточно быстро. Если вы будете длительное время находиться на одной терапии, и она вам окажется неэффективным, то мы не сможем предотвратить у вас развитие коксида, дальнейшего его прогрессирования. Как я уже сказала, при появлении признаков коксида консультации специалиста. Выполнение рекомендаций к данным врачом-ревматологам. Сейчас мы уже разбирали с вами, кто-то хотел отменить НПВП при приеме геноинженерных. Коксид этого не любит. То есть, если вам врач-ревматолог назначил трехкомпонентную терапию или двухкомпонентную терапию, ее обязательно надо выполнять в полном объеме. Для уточнения диагноза, проведение дополнительного обследования о том, о котором я говорила, у зитозабедренных суставов или МРТ. И даже если у вас четвертая стадия сакролита, но нет изменений со стороны дозабедренных суставов, что я вам уже показывала у пациента, то все равно раз в 12 месяцев желательно делать снимок таза для того, чтобы не пропустить первые признаки коксида. Благодарю за внимание. По теме есть вопросы? А вы снимаете? Конечно. Давайте. Должен ли быть снимок какой-то год? То есть, в любом ли месте можно сделать этот снимок? То есть, влияет ли профессионализм на этих рентгенологах? Или я с любым снимком приду и… Ну, смотрите, у вас… Ну, у меня на слайдах были показаны все снимочки, стандартный обзорный снимок таза без обрезания. То есть, он должен быть полностью головка бедренной кости, снята с телом бедренной кости, плюс крестцово-подвздошные суставы полностью. Если снимок обрезанный, то говорить о том, что есть у вас коксида, нет у вас коксида, ну, врач не сможет. Ещё вопрос такой. А вот щёлкают суставы. Это хорошо или плохо? Смотри, какие суставы пошёлкают. Ну… Видишь? Ну, зарядку. Угу. Угу. Щёлк-щёлк. Щёлк-щёлк. Ну, надо сделать, во-первых, обследование для того, чтобы говорить, есть ли у вас какие-то изменения со стороны… Ну, значит, вам требуется консультация врача-ревматолога, для того, чтобы он вам помог в плане вашего тазобедренного сустава. Щёлкают – это плохо? Если суставы у вас щёлкают, это ни о чём не говорит. Ну, то есть, не касаемо тазобедренных суставов. Если у вас щёлкают, там, допустим, коленный сустав, это не говорит о том, что… Если у вас есть изменения тазобедренных суставов, вам требуется консультация. Если вам уже описывали этого. Если… Понимаете, в норме могут щёлкать суставы. Это не говорит о том, что у вас есть какое-то заболевание. Но если у вас уже есть изменения, то вам требуется консультация врача-специалиста. Коксид – именно тазобедренные суставы, это разумевает? Или, например, локтевые суставы? Вот поэтому я вам и задавала вопрос, что в вашем понятии коксид. Коксид в переводе с латыни означает «воспаление структур тазобедренного сустава». Коксид не относится к каким-либо другим суставам. Он относится в переводе с латыни только к тазобедренному суставу. Материалы будут доступны в презентации после или… Презентации в формате Microsoft PowerPoint не будет доступна. Будет доступно в виде видео на YouTube. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...